Калинина Кира, литературный кружок «Родное слово» была до королевского бутерброда. Король его величества просил ее величества, чтобы ее величество спросило у молошницы, нельзя ли доставить масло на завтра королю. Придворная молошница сказала, разумеется, схожу, скажу корове, покуда я не сплю. Придворная молошница пошла к своей корове и говорит корове, лежащей на полу. Велели их величество известное количество дворнейшего масла доставить к их столу. Ленивая корова ответила спросонья, скажите их величеством, что нынче очень многие двуногие безрогие предпочитают мармелад, а также пастилу. Придворная молошница сказала, вы подумайте. И тут же королевя представила доклад. Сто раз прошу прощения за это предложение, но если вы намажете на тонкий ломтик хлеба фруктовый мармелад, король его величества, наверное, будет рад. То часть же королева пошла к его величеству и будто, между прочим, сказала невпопад. Ах да, мой друг, по поводу обещанного масла, хотите ли попробовать на завтрак мармелад? Король воскликнул. «Глупости!» — король сказал. «О, Боже мой!» — король вздохнул. «О, Господи!» — и снова лег в кровать. «Еще никто!» — сказал он. «Никто меня на свете не называл капризным. Просил я только масло на завтрак мне подать». На это королева сказала. «Ну, конечно!» И тут же приказала молошницу позвать. Придворная молошница сказала. «Ну, конечно!» И тут же побежала в коровьих лев опять. Придворная корова сказала. «В чем же дело?» «Я ничего дурного сказать вам не хотела. Возьмите простокваши и молока для каши, и сливочного масла могу вам тоже дать». Придворная молошница сказала. «Благодарствуйте!» И масло на подносе послала королю. Король воскликнул. «Масло! Отличнейшее масло! Прекраснейшее масло! Я так его люблю!» «Никто-никто!» — сказал он. И вылез из кровати. «Никто-никто!» — сказал он. Спускаясь вниз в холосе. «Никто-никто!» — сказал он. «Намылив руки мылом!» «Никто-никто!» — сказал он. «Съезжая по перилам!» «Никто не скажет, будто я тиран и сумасброд!» «Зато что к чаю я люблю хороший бутерброд!» «Никто-никто!» «Никто-никто!»